Приветствую вас, Мария. Вы знаете, у вас есть два, на самом деле, пути. Первый путь это пойти на поводу у своих желаний, которые у вас есть сейчас. И, например, постараться стать той женщиной для своего мужчины, которого вы любите, какая нужна ему. То есть постараться подстроиться под его потребности и в надежде на то, что он вас полюбит. Вероятность такая есть, она определенная и, в принципе, вы можете этого достичь при определенной методичности и последовательности своих действий. Есть и обрядная сторона данной ситуации заключается она в том, что Платить вам за это придется, ну, отходом от своей индивидуальности, отходом от своей личности, вот, отходом от своих ценностей, от своих идеалов, от своих стремлений, ну и так далее. То есть по сути речь идет о потере себя, если можно так выразиться. Если готовы на это, если готовы к этому, то я полагаю, что можно начинать действовать в этом направлении. Для этого вам нужно изучить то, что нравится мужчине. Для этого вам нужно изучить все его желания, все его потребности и стать для него, собственно, той, кем он хочет, хочет видеть свою женщину. Еще раз повторю, еще раз повторю, что ради этого вам придется пожертвовать своей ценностью, потому что мужчина вас такой, какая вы есть, не принял, вот. А значит, скорее всего, уже не примет. Скорее всего. Вот. Это первый аспект. Второй аспект. И вот заключается в том, что вы можете увидеть за своей потребностью с того, чтобы мужчина вас полюбил собственные желания. Вы можете увидеть за этим собственную неудовлетворенность в своей жизни. Вы можете увидеть за этим неудовлетворенность своим состоянием. Ну, эго-состоянием. Ну, эго-состоянием. Вот. Вы можете увидеть за этим свою неполноту как личности. Вот. И взять на себя ответственность за достижение своих, например, желаний самостоятельно. То есть вы можете прийти к такому выводу, что любить человека можно только лишь ему отдавая, ну, что-либо, а хотеть любви. Любви нельзя. Нельзя. Самое все это эгоистичность. Это означает, что вы чего-то ждете от человека. Это означает, что вы в чем-то нуждаетесь от человека. Вот. А он, т.е. человек, да, совершенно не обязан ваше желание удовлетворять. Ну, и вы в этой ситуации в таком достаточно проигрышном положении находите, потому что хотите, чтобы вас любили. Вот. Причины, эм, с такой попрепностей могут быть самыми разными. Мне бы сейчас не хотел, не хотелось эээ габать. Да, ну потому что, правда, самые разные могут быть причины для этого, начиная от проблем с родителями и заканчивая не совсем корректным поведением здесь и сейчас. То есть вот, не совсем корректное поведение именно у вас, не соответствующее целям, не соответствующее вашим желаниям. Значит, тут среди этого могут быть и травмы, и негативный опыт, и страхи, и какие-то решения, ну, которые являются ситуативными, да, вот, и так далее. То есть это может быть своего рода такой, знаете, сценарий жизненный. Вот. Что я нуждаюсь в любви, в любви. И прошу, чтоб меня полюбили. Вот. И вот, исходя из того, что вы выберете, исходя из того, какая позиция вам ближе, я и думаю, что вы можете действовать. То есть вы спрашиваете, вы спрашиваете нас, что делать, да? И что делать, чтобы что? Влюбить, влюбить в себя мужчину? Нельзя. Вы не сможете влюбить в себя мужчину. Ага. Значит, забыть его. Понимаете, забыть это очень такая наивная позиция. То есть наивно думать, что вы можете забыть человека. Наверное думать, что вы вообще можете что-либо забыть. Вы не сможете забыть ни человека, ни тех эмоций, которые он вам дал. Потому что это ваша память. Вот. И память, она никуда не денется от вас. Поэтому в данном случае нужно заняться скорее переработкой опыта, который у вас есть. Того опыта, который вы сейчас получаете. И вот уже, исходя из адекватных выводов, из опыта вашего, можно будет что-то говорить, можно будет работать. Вот так. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что он помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...